Здравствуйте, дорогие друзья! Четверг, недельная глава Мицера. Человек должен напоминать себе, что все слова его, все его мысли, все движения оставляют след наверху. Ответственность за мир, в котором мы живем, возложена на нас. Говорили не зря, вот если храм не отстроен, значит мир еще далек от идеала, и этому способствуем мы, в том числе и своим языком. Написано, каждое поколение, при котором храм не отстроен, как бы при нем его разрушили. Это значит, что мы своими деяниями его разрушаем. Священная книга ЗААР говорит, что вот это название недельной главы Мицера является сокращенным выражением Моци Шем Ра, означающий клеветник, порочащий доброе имя. Вообще вот люди должны учиться говорить только позитивные слова. Был такой раб Ицкак из Воложина, и он очень внимательно следил за своей речью. Его когда-то ему задали вопрос о человеке, который придумал все что угодно, он был абсолютный. И все ждали, как он ответит, что он скажет, вот лгун там, обманщик, но это противоречило бы правилами, которые придерживался раб Ицкак. И он ответил следующим образом. Некоторые люди обладают хорошей памятью. Они помнят, что происходило 10 лет назад, другие помнят, что 20. А есть люди, которые память настолько крепкая, что они помнят даже то, что не происходило вообще никогда. Вот надо учиться, как правильно отвечать. Вот злое начало, вот Ецер Ра, оно постоянно сбивает нас, пытаясь вытащить нас на что-то негативное по отношению к другим. Кстати, если Ецер, в отличие от нас с вами, он намного более осведомлен о задаче. И поэтому он знает, для чего мы пришли в мир и противоречит нам, мешает нам. И поэтому делает все, что в его силах, чтобы нам помешать. Но в этом есть положительная, кстати, сторона. Зная свои проблемные моменты, а каждый из нас их знает, можно без труда вычислить свою основную задачу в этом мире. То есть, меня всегда тянет именно в ту сторону, где я не смогу выполнить то, для чего меня послали в этот мир. Вот примерно так. Вернемся к языку. Можно по-современному объяснить, почему так важна чистота языка. Ведь мир создан языком. Вот смотрите, если вы просматриваете компьютеры, берете компьютер и смотрите фильм, мы видим на экране картинку в движении, в то время как в компьютере нет никакой картинки. Есть только программа, написанная компьютерным языком, позволяющая нам видеть данные, содержащиеся в этой программе в виде картинок. Если бы мы могли видеть компьютерный язык, то не видели бы картину. Картинка видна лишь тогда, когда источник находится, ну как бы это сказать, в закрытом состоянии. Наш мир подобен этому фильму. Картинка, которую мы видим, является результатом языка программирования, божественного программирования, божественной речи, посредством которой Бог создал этот мир. Вдумайтесь потом, когда закончится урок. Если компьютер работает на программном языке, то мир и созданный поддерживается буквами этого языка. И вот в эту программу мы начинаем вносить вирус в виде слов, которые иногда мы произносим. И картинка мира меняется. Еще человек начинает спрашивать, почему? Почему так что-то ломается? Почему не так? Просто спрашивать, кстати, это путь в никуда. Надо еще и менять свои привычки. Промывать косточки, а другим обсуждать их не так небезопасно, как кажется некоторым. Расскажу короткую историю. Один человек прошел тяжелую операцию, не дай бог, ни для кого. Через короткое время выяснилось, что нужно делать еще одну. Его супругу, которая не страдала раньше, тоже какая-то операция. С сыном какая-то проблема. Второй сын видит, что что-то не то, пошел к раввину. Рабы говорят, так и так. Рабы говорят, скажите, а в вашей семье как проходит субботняя трапеза? Он говорит, ну мы пьем там, все делаем красиво, а потом обсуждаем. А людей обсуждаете? Он говорит, да, говорим об их недостатках, неблаговидных поступках. Раввин говорит, то есть препарируете людей за шабатным столом. Вот смотрите, он говорит, посоветуй своим родителям и брату больше этим не заниматься. Не препарируйте людей, прекратит препарировать вас. Написано, что эта семья ушла от болезней, потому что полностью стала следить за своим языком. Может быть, кому-то это кажется сказками, но на самом деле вы попробуйте, увидите, как меняется мир. Урок вообще, который мы проводим, урок, который любой человек ведет, он должен в идеале привести к изменению поведения. В наше время все больше людей понимают, как важно следовать вот этим вот, законам закрыть свой род. Один из основных принципов выполнения Торы, это называется сур-мира-васе-тоф. Уйди от плохого и делай хорошее. То есть, смотрите, мало только не говорить плохих слов. Мало, так сказать, не оценивать людей критически. Нужно еще и говорить хорошее. В тех случаях, в любых случаях, когда есть такая возможность. Почему сегодня как брахаду от слоха, спасибо большое. Надо, смотрите, с одной стороны надо очищать мир, а с другой стороны, что делать? Надо наполнять его положительными словами, положительными какими-то выражениями. И тогда этот мир начнет меняться. Вот эта компьютерная картинка, которую великолепно создал для нас Бог, она будет меняться. А вообще надо знать правила трех сит, перед тем, как начинать вот что-то говорить. Вот перед тем, как ты хочешь кому-то что-то сказать, первое, это сито правды. Ты вручаешься ли ты, что все, что ты скажешь, сейчас будет правдой? Обычно не очень, да? Слышал от разных людей, но не так. Выходит, ты сам не уверен в правдивости этих слов. Теперь просей второе сито, второе добра. Как ты думаешь, то, что ты сейчас скажешь, то, что ты расскажешь, принесет добро в мир или в твое окружение? Вряд ли, скорее всего, нет. А теперь просей через решето пользы. Скажи, будет ли полезны твои слова? Нет. А теперь смотри дальше. Ты хочешь поведать слова, в которых нет особой правды, нет ни единого толики добра, и они бесполезны. Так зачем говорить это тогда вообще? Зачем тогда такие глупостями наполнять мир? Если мы с вами поменяем язык программирования, в который мы входим в мир, мир поменяется для нас. Давайте не зря две недели мы изучаем законы мицера. Давайте хотя бы сделаем вывод, и больше ни одного слова до конца недели плохого, только хорошее. Брахава от слаха.